Беларусь рыхтуется до одного из самых важных державных свят Дня Незалежности. С этой нагоды в каждом районе столицы заплановано больше за полсотню спортивных, забавных и музычных мероприемств. Вселетная сочная программа будет продолжиться три дня. Ее присвятили беларуской культуре и самобытности. Главной пляцовкой для народных гулянья встаня территория для палаца спорта. А в День Незалежности 3 лепеня для стелы Минска город-герой пройдет парад. Кульминацией свята станет урочистый салют. Программа святкования у репортажа Александра Драгун. Переплетение аутентичных узоров на подоле сукенки, кишенях пинжакати и манжетах кашули. Адметная рыса дизайнерских уборов Вероники Клюевой. Девчина без двух ден дипломованный модельер-конструктор. Али уже со своим особистым стилем и гардеробом колоритного оденя. Якое летость покорила журы на споборнестве с той идеей для Беларуси. Перед вами висит платье. Это символ семьи. Только символ не в чистом виде, а немножко переделанный. Есть, допустим, жакет. Опять же, он совершенно модный этого сезона. И на нем есть маленькие легкие акценты для современной девушки. Утымлику у таких комплектах продефилируют модели для палаца спорту подчас святкования Дня Незалежности. По традиции территория для набережной станет головной пляцовкой для народных гулянью. От фолк-кермашу до споборнеству по силовым экстриме. Одной из особливостей молодежной программы еще лета станет мастацкого высобления национальных орнаментов и символов. Аматеры аутентичных узоров и орнаментов захвачивают до фотоспоборнества. Достатково зрабить свое селфи у колоритным умборец из аксессуара и разместить его у социальных сетках. Обовязково позначить хэштегом «Вышиванка Беларусь конкурс». Самого креативного автора выберут напереды Дня Незалежности. Другого липеня. Марафон аутопортретов стартовал. Уже осенья галерея наличевая больш за сотню здымков. У День Незалежности у кожном районе города Минчан и гостей столицы чекает своя насыщенная программа. У раскладе больш за полсотню спортивных, забавных и музычных падей. Бада и центральное место займае самое видовищное – парад войск Минского гарнизона. Початок 3 липеня у 11 годин для обелиска «Минск город-герой». Парад завершится не спортивно-молодежным шествием, а массовым номером с участием вокально-хоровых, хореографических коллективов с города Минска и всех областей Республики Беларусь. Общее количество участников составит порядка 800 человек. А ровно у 23 годины неба над вечернім Минском упрыгожать разнаколяровые промні салюту. У городе его можно будет увидеть шести кропок. У след за маляуничей протягнется феерая музычная. На площадке перед обелиском «Минск город-герой» выступят эстрадные коллективы. Александр Драгун и Миколай Лашкевич. Агентство «Ателена Вин».